Привет всем друзья и гости канала, мы продолжаем с вами заканчивать фермер симулятор 2015, в частности данную карту Björnholm. У нас сегодня последний день и, так скажем, немножко он суматошный, потому что нам нужно с вами выставить всю технику, подбить итоги, посмотреть что мы с вами сделали, что заработали. Ну и сейчас вот продолжается, все еще продолжается продажа силоса, дело в том, что у нас с вами его было и есть три ямы, и продажа этого силоса довольно-таки продолжительное занятие. Вот интересно, смотрите, как забрызгал у нас костик в поле, не без творчести человек, да? Да, подход у него, конечно, интересный, да, но не будем отвлекаться, видим, что ман подъехал, выгружает навоз, сейчас зададим Костику дальше работу, я его остановил, потому как ман у нас был занят немного другими делами. Возили мы силос со всех полей, притом заняты были все трактора, все прицепы, ман, короче говоря, было дело. И теперь вот у нас много силоса. Так, ставим комбайн. Я, кстати, купил еще один комбайн, вот такой вот крон, все для того, чтобы убрать как можно больше полей с кукурузой. И вы видите, что у нас полтора миллиона, вот такой вот парк техники. Вот я специально их сюда поставил, чтобы можно было все это узреть, все это богатство, которое мы с вами купили, не щадя сил своих, работали. Так, протискиваемся. Извините. Вот они, вот они, четыре комбайна наших. Картофельный так мы как-то с вами и не купили. Но я, в общем-то, и не жалею, потому что силос, он всему голова. Силос рулит. Абсолютно не жаль, что я купил второй комбайн, потому как, если бы я его не взял, мы бы просто с вами не успели и урожай бы сгнил на полях. Вот, частично трактора здесь у нас с вами стоят. Ну и давайте же все же вот сюда переместимся. Продолжим работу на нашем среднем поле. Бэт этого творчества придется все-таки пресечь нашему Костику. Тысячу, вернее, миллион пятьсот, смотрите, нарисовалось. Четко так. Круто. Так, набираем, набираем. Главное выставить где-то вот здесь, вот чтобы он проехался по вторым, вернее, по второму разу, по вот этим вот недоделанным кускам работы. Если у него получится. Да, должно получиться. Посмотрим сейчас. Так, у нас в комбинированный курс запустить со стартовой точки продолжить маршрут с ближайшей. Где у нас тут ближайшая? Как она далеко? Не хватает нам, да? Чтобы полностью закрыть вот эти вот прорехи. В принципе, если мы с вами все заканчиваем, зачем мы здесь возимся, да? Вот такой вопрос, такой на засыпку, интересный. Но не знаю, как-то. Во-первых, сейф у меня будет выложен для скачивания. Если у вас будет желание продолжить на этой карте со всей вот этой вот техникой, так скажем, продолжить работу, жизнь на этой технике. Я отсюда уезжаю с этой карты, да, вот с этой местности. Переезжаем мы куда-то на другую. Вот, но здесь же у нас остаются работники. Костики те же самые, Иваныча, Петровича и так далее. И вот, если вы скачаете сейф, то это можно будет предположить, что они продолжают работать. Чтобы здесь жизнь, так скажем, не замерла. Так, блин, чего только мы с вами не придумывали. Чтобы как-то оживить эту местность. Да и не только эту. Так, ну ладно, пускай едет. Вот так вот у него как-то получается. Да фиг с ним. Как там говорят? Кашу маслом, да? Так, работает. Здесь давайте мы соломки зададим нашим коровкам. Потому как неизвестно, может быть, наши работники, Иваныча, Петровичи, Костики и так далее будут в печали и долгое время не будут заходить на ферму и коровки наши будут голодать. Поэтому лучше задать им сразу же побольше всего. Всего и побольше. Тем более, смотрите, соломы уже нет. Зато силоса в вагон просто валом. Силос здесь никогда не убывает, потому что костик работает, не покладая просто рук. Но я думаю, что 45 тонн вполне должно хватить не на один день. Вот так вот. Я поставил, установил, вернее, минимальное загрязнение. По идее, она не должна была бы так быстро мазаться. Но все равно, так как мы работаем целыми днями, все в полях, естественно, все мажется. Вот будем так, прикинем, что с утра я прошелся по всей технике, все вымыл чистенько. Костики помогали. Иваныч и Петрович тоже, да, отодраили все это. Чтобы выглядело просто все супер. Когда следующий приедет сюда. Хозяин, чтобы все было с иголочки. Ну, так оно и есть. И, конечно же, у нас сегодня главный, так скажем, вопрос. Гвоздь программы – это достройка электрозавода нашего, электрофабрики. Я специально тяну время, чуть-чуть так, для того, чтобы немножко накапало нам с вами денег еще силоса. Да, в общем-то, сейчас мы туда с вами переместимся, посмотрим. Проведаем Костика, посмотрим, что там у нас с силосом. Его очень много, я вам так скажу. Там даже пришлось некоторые, так скажем, выдумывать некоторые такие движения. Нестандартные для того, чтобы как можно скорее продавать этот самый силос. Так, сыпем. Половину в эту кормушку, половину в ту кормушку. Мне нравится, когда по обеим сторонам кормушек. У нас с вами есть корм. Да, я думаю, что коровы тоже не против, абсолютно. Представьте себе, заходит вот с этой стороны, скажем, да, с правой. А травки нет, есть только слева. Что говорится, в виде тока до зуб не имет. Вот я часто, часто применяю эту пословицу, но она действительно здесь к месту. И тогда корове приходится обходить вот так вот полностью, чтобы попасть к кормушке. То ли дело и здесь, и там. Да, такая вот, такая вот придумка. Так, ну мы с вами говорили о придумках. Мне кажется, что вот эта вот игра здорово развивает творчество. Вам не кажется так? Потому как, если сам не придумаешь чего-нибудь, то вроде бы как и не очень-то интересно. Родной, что ты здесь делаешь? Где ты вообще? А, вот он где. Понятно. Действительно застрял. Да ладно, такой трактор. Да шутите, что ли? Да он должен вообще везде проезжать, мне кажется. А тут какой-то взгорочек. И все, и застрял. Конец света, короче говоря. Так, ну продолжай давай уж. Так, здесь мы продолжаем. Не, ну вы только взгляните. Он все равно как-то прикол. Что называется прикол? Ну-ка, интересно. 12 метров. Да, у нас 12. Так, 12 или 14? 14, 16, 17. Так, сколько, интересно. Странно. Да ладно, пускай. Чуток остается, ничего страшного. Я думаю, что следующий председатель, так скажем, да, председатель Бьерн Хольма, главный поставщик всех окрестных магазинов сельхозпродукции, не будет слишком против. Не будет говорить, а вот предыдущий, смотрите, как он тут плохо хозяйствовал, плохо тут все сделал. Да нормально. Зальет сам. Так, ладно. Перемещаемся все же вот сюда. Хватит уже болтовни. Давайте посмотрим. Ну вот мы высыпаем, видим, что у нас станция не успевает обрабатывать. Поэтому мы можем свободно добавить оборотов. И взглянем, вот оно, наше богатство. Смотрите. Вот один, но здесь не полный у нас. Дальше. Вот второй. Он был полон 900 тонн. И вот он, третий. Бункер с силосом. Здесь вы видите, что я практически весь его продал. Здесь осталось, ну, может быть, тонн 30. Вот, и я решил, что здесь не стоит дальше кататься, потому что наш погрузчик довольно-таки медлителен, если едет задним ходом. Я подумал, что вот здесь быстрее он будет работать, потому как здесь вот начало, да, он подъехал, буквально отъехал чуток и рванул вперед. И быстрее будет продажа вестись, и тем более, что ближе чуток. Вот вы видите, приходится на такие вот даже идти интересные такие вот, нестандартные немножко действия. Вроде бы продай же тот до конца, а потом этот начни нет. Лучше с самого начала, и точно так здесь вот можно с самого начала начать и продавать где-то до половины, чтобы как можно скорее все это дело продать. Но все равно я вам скажу, что продажа вот этих вот трех силосных ям занимает 8 часов реального времени. Вот вы можете не поверить, можете сами проверить. Около 8 часов. Это просто какой-то кошмар. Настоящий кошмар фермера. Ну как кошмар. Всегда приятно, что есть что продавать, и денежки идут. Но это такой медлительный процесс, даже если мы с вами наш погрузчик разгоним буквально до... ну, практически до максимальной скорости. Вот, я поставил вот такие вот скоростные показатели 15-20-30, потому что если быстрее ставить, то тогда наш погрузчик просто заносит на поворотах, он не вписывается, врезается. И, в общем, дело движется значительно медленнее, чем если поставить вот такую вот среднюю скорость. Так, ну, у нас, как всегда, отключено. Так, давайте посмотрим. Я все тут выключил. Видание выключено, естественно. Так, автоматические подсказки включаем. 75 процентов, 676 тонн. А здесь? 467, 50 процентов. Ну, и там, как я говорил, где-то около 30. Такой вот. Да, больше даже. 68. Ну, вы видите, да? Денег действительно очень много. Если здесь продавать еще часов 6 реального времени, то есть, как получается? Я ставлю компьютер на продажу. Вот так вот. Сам ухожу пить чай. В реальности. Или книгу читать. Или чем-то своим, другим заниматься. То, что нужно. А вот в фоне у нас Костик ездит и продает, и продает. Был вариант поставить еще одного. Но они бы путались. Поэтому тут без вариантов. Так, ладно. Довольно болтовни. Что-то меня как-то сегодня действительно на болтовню подтянуло. Но дело в том, что мы тут с вами-то уже все закончили. Буквально. Это так. Остается только болтать, подсчитывать доходы, а не убытки. Вот. Можно, конечно, поставить еще один ветрогенератор. Но мы с вами решили, что будут у нас все же 25 солнечных панелей. Сейчас посмотрим, сможем ли мы обеспечить за эти деньги 25 солнечных панелей. Так, погнали. Так, хорошо. Дальше. Как приятно, когда можешь особо не смотреть на банковский счет. Покупать себе, да, вот так вот. Что хочешь. И сколько хочешь. Красота, короче говоря. Ну что же, друзья, вот оно. Нам как раз тютелька в тютельку, что называется, хватило. Вот, вы видите, 5 на 5 у нас 25 солнечных панелей. Конечно же, мы сейчас туда с вами смотаемся. Оценим масштабы нашего проекта. Суперского. Так, посмотрим. Здесь у нас работа идет. Хорошо. Прицеп, я думаю, что можно где-то на травке, скажем, поставить. Пускай досыпается. Вот, как хорошо, что мы с вами много травы заготовили. И теперь есть возможность не особо париться на лугах. Но как там немножко осталось травы. Так, а чай, собственно говоря, да, на тракторе. Как-то, как там говорят, как в танке. Вот же у нас есть. Дрифтующий пикап. Вот здесь тоже у нас была кукуруза. Тоже я убрал ее. Здесь предстоит еще работать на этом поле. Но это уже будет совсем другая история, как говорят. Погнали. Проверим нашу собственную электростанцию. Я ее никому не буду отдавать в аренду. В отличие от полей. Пускай капает, да. Мы можем с вами на Малибу поехать, на пляжи. И лежать там, пока у нас электричество вырабатывается и продается. Можно безбедно жить десятилетия, я так думаю. Срок службы солнечных панелей где-то лет 15-20. Потом они все-таки меньше приносят дохода. Электроэнергии меньше вырабатывают. Да и аккумуляторы тоже. Там много чего есть. Заменять у электростанции. В отличие от трактора, как-то тут обзорчик как-то такой вот никакой, откровенно говоря. Что-то как-то нависает вроде бы как, да, над головой. Что не сделать выше кабину? Тогда бы он так не мотался, да? Но возможно. Ну что, вот оно наше хозяйство и богатство. Наша солнечная электростанция на 25 панелей. Это ж сколько денег, да, мы с вами сделали? Сколько труда вложили сюда? Ну 90 серий, друзья. 90 серий. Каждая в среднем по полчаса. Да еще между сериями нужно было работать. 200 часов. Короче говоря, вот в стиме я посмотрел. 209 часов вот это вот заняло сделать такую вот электростанцию. Здесь тоже денежка капает. Ну в общем, такие вот пироги, да, у нас получается. Давайте подобьем, что у нас тут? По пшенице у нас много. 865 тонн. Ячменя 559. Канолы 200. Кукурузу мы продали. Картофель 208. Свекла 1193. Щепа даже, чуток там есть. И немножко травы осталось, буквально чуток. И соломы. Миллион девятьсот семнадцать. Соломы, конечно же, можно десятилетиями скармливать. И все равно она останется, я так думаю. Можно продавать было бы, если бы ее задорого брали. Так, по деньгам мы видим, что денежки есть. Силоса там очень много. И еще будет миллион. Если продавать сегодня, то еще будет миллион к концу рабочего дня. Думаю, что наш следующий прораб, следующий председатель будет очень доволен. Так, а где? Ага, вон он. Что ему сразу же не придется, да, деньги как-то где-то брать, получать, зарабатывать. Вот они. Продавай, да, покупай что хочешь. Вот, но дело в том, что у нас с вами все куплено. Практически все из того, что нам нужно было, мы купили и топовое. Лучше просто не бывает. Конечно же, бывают моды. Вот, но мы решили, что на модах мы пока что не играем, а играем на том, что есть. И вот на том, что есть, мы с вами достигли, я считаю, что довольно-таки неплохих результатов. Лучшая техника, лучшие комбайны, все у нас с вами лучшее. Все лучшее детям, как раньше говорили. Вот у нас получается все лучшее нам. Вот она вся выставочная техника наша. Ну что же, друзья, я, пожалуй, буду на этом прощаться. Мы с вами закончили карту Бьернхольм. Мы работали в лесу, работали в полях, на силосе, мы везде работали. У нас даже было немножко овец, они есть до сих пор. У нас были куры, чуток так. Вот разве что. Себе на ужин яиц собрать. Ну и коров у нас с вами 200 штук. 200? Я уж сам не помню. Так, у нас тут большие спросы, разные хорошие. Да, 200 коров. Вот смесь мы решили с вами не делать, чтобы не заморачиваться особо. Овцы, куры, яйца. Статистика. Ну и так далее. В общем, я буду на этом с вами прощаться. Встретимся уже теперь на другой какой-нибудь интересной местности. Я думаю, что это будет какая-нибудь, не знаю, скорее всего советская какая-нибудь у нас местность. Переедем мы с вами с этого Бьернхольма. Оставим жителей самих. Самих решать свои продовольственные проблемы, да. Я думаю, что того, что мы с вами сделали, довольно-таки на долгое время здесь хватит. Так, соберу только яйца все. Вот. Отлично. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за советы и за то, что вы смотрели этот продолжительный сериал. Всем удачи и, конечно же, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok